Они ушли в обычный рейс на обыкновенном контейнеровозе, а побывали как в плохом голливудском боевике с наркотиками из Испании, французским Интерполом, арестом судна гвинейской полиции и всеми ужасами африканской тюрьмы. С пятью пересадками в разных странах 10 одесских моряков вернулись домой почти через год после отбытия из родной гавани. Встречали их в аэропорту цветнами, шампанским и объективами видео и фотокамер. Она прошла через все круги бюрократии и человеческого непонимания. Маленькая хрупкая блондинка Виктория, жена капитана арестованного в гвинее контейнеровоза, возглавила процесс по освобождению из африканского плена десятерых одесских моряков. И обращалась ко всем и все организации. Первая, конечно, это была соль, куда я зашла. И потом как-то я начала уже сама понимать, что мне нужно. Что мне нужен мид, что мне нужен консул, с консулом переписывалась, что мне нужно с удовладельцем непосредственно пообщаться, чтобы он меня увидел. Что-то я для себя так поняла, чтобы он меня увидел. Мужа я высылала фотографии везде абсолютно. То есть это была борьба каждый день. В своей борьбе за свободу мужа Виктории пришлось столкнуться с непониманием и недоверием тех, от кого помощи ждала в первую очередь. Многие меня не приняли на порог. Мы тебе не верим, это ты говоришь на своих словах. Потому что я кричала с первого дня, я знаю своего мужа, я уверена, и я оказалась права. Сейчас они мне звонят, они мне поздравляют, но мне радоваться с ними особо не хочется. Нашлись и те, кто откликнулись. Благотворительный фонд «Ассоль» специализируется на помощи морякам и их семьям, оказавшимся в сложных ситуациях. Только за этот год к ним обратились моряки 65 судов. Активно помогали представители отечественного МИДа. Для меня, конечно, ключевым прошла любовь. Такой экипаж, как за него боролись близкие, как их любили. Это в воздухе, в каждом звонке. Это видно просто. Встречают с цветами, встречают с шампанским. И вот результат совместных усилий. Усталые, измученные, но живые. Моряки, наконец, на родной земле. Ура! Быстро, 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 быстро. Секунду, секунду. Давайте выйдем. Всем на добром. Мы не все, да, все, да, все. Это был ад. Это была Африка. Западная Африка, которой просто она не может. Никто не может. Я не могу даже это объяснить, насколько это было тяжело. Слава Богу, что люди были на борту. Я находился в тюрьме два месяца ровно. Со старфомом из Филиппин. Выживали, как могли, слава Богу. Ни питания, ни воды, ничего, естественно, в тюрьме не было. Ни доказательств, ни каких-либо улик против нас не было. Их эпопея началась в ноябре прошлого года. Контейнеровоз Аэс Костор в Испании взял груз контейнеров из Бразилии. А в Гвинее его арестовали. Среди прочего на судне оказался кокаин. Эти контейнеры были погружены дверь в дверь. Невозможно проверить пломбу. Когда мы пришли в порт Канакри, ожидало уже человек 50 властей, которые просто начали докапываться до этого контейнера. То есть они уже знали, что... Они знали прекрасно. Они знали, что там именно этот контейнер, что там лежит, что-то лежит. Никто не объяснил, что там лежит. Просто сняли под домом автомата меня, старшего помощника, и отвезли на почтную ставку. И моряки, и их жены, и представители правозащитных организаций сходятся во мнениях. Контейнеровоз стал жертвой государственного пиратства. Это распространенная практика среди бедных стран черного континента. За каждого человека требовали по 50 тысяч долларов. Потом они эту ставку снизили и выпустили нас со старпомом за 100 тысяч. После этого был уплачен еще миллион долларов. Это чудо было, что нас выпустили. Я не знаю, как это получилось. Видна такая ситуация, что просто мы не виноваты. Обычно в таких ситуациях вы знаете, что не выплачивают. Капитан признается, выжить помогла любовь близких. Я даже вам скажу, наверное, любовь к моей семье. Только, наверное, лишь. Который у нас тут все жены, слава богу, и друзья. Все поддерживают очень сильно. Все ужасы пережитого остались позади. Впереди отдых и реабилитация в кругу семьи. А дальше капитан опять собирается в море. Даже несмотря на столь негативный первый опыт в новой должности. Жена его полностью поддерживает. Пущу. Пущу. Он тоже, я думаю, пойдет. Мы столько стремились к этой профессии сами. Он сам учился, он мне очень грамотный. Он полностью всю свою дорогу до капитана себе проложил сам. И он только стал капитаном. Я его еще сама капитаном не видела. Да, я, скорее всего, пойду, так как я капитан. Я не то, что сильно испугался. Эта ситуация немного меня удивила. Встречали одесских моряков из африканского плена Сергей Бандур, Дмитрий Бондаренко, 7 канал.